В лесу родилась ёлочка Хороша, отремонтировали очень прилично, я в форме, покажу новогодние чудеса, что-нибудь эткое, из ряда вон, а то, понимаешь, затвердили, чудес не бывает, всё это мистика, а, между прочим, поют, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, и не понимают, что движет-то ими волшебная сила творчества. Ну ладно, ладно, не нужно сердиться, ведь я волшебник добрый, добрый, и, между прочим, необыкновенный волшебник из обыкновенного чуда, Евгения Шварцева, ну и успокойся, тихо, тихо, мирно, ну, вот так, умница, вот так вот, вот я уже спокойный, вот, ну, теперь приступим и поскорее, а то остановка времени сейчас перед Новым годом может иметь самые серьёзные последствия, чего доброго дисквалифицируют. Итак, мне поручено совершить чудо за один час составить и представить новогодний театральный концерт. Прекрасно. Что прекрасно? Ну, да, а, подождите-ка, а что такое концерт? Хм, тыр-пыр-фыр, словарь Даля, ко мне. Мерси. Так, посмотрим, копыта, конфуз, а, вот, концерт, концерт. Концерт. Это музыка на несколько голосов или музыкальных орудий, составленная для одной музыкальной цели по принятым правилам. Ну, что же, очень мило, ничего не понял. Хотя нет, одно понял, все это ко мне отношения не имеет. У меня концерт не музыкальный, а театральный. Да, но ведь всё равно придётся консультироваться. Нужен театральный деятель посолиднее, а главное практик. Ну, что же, тыр-пыр-фыр, театральный практик ко мне. В честь имею представится Лев Гурич Сенечкин, благородный отец из Костромы. Постоянную прописку имею в одноименном водевиле господина Ленского. Простите, ваше имя и отчество не имею чести знать. Это не важно, не важно. Я волшебник из обыкновенного чуда. Как-то обхожусь без имени и отчества, вот в треть столетии. Ну, и мы обойдёмся. А если я буду обращаться, ваша волшебность, не возражаете? Ваша волшебность? Да. Пожалуйста. Мне даже лестно. Так, ваша волшебность, с позволения сказать, зачем звать изволили? Видите ли, Сенечкин, мне позарез нужен театральный деятель практик. Так это я и есть. Ну, театральный деятель практик, актёрс. Ну, посовместить, что могу в оркестре на барабане. Я имею дочь, Лизоньку, талант, сущий талант, с позволения сказать. Ваша волшебность, помогите пристроить театр. Хорошо, Сенечкин, заключим джентльманское соглашение. Ты мне помогаешь, я берусь устроить судьбу твоей дочери. Так ведь это ваша волшебность. Как понимать, устроить? Ну, не торгуйся, ты не на базаре, Сенечкин, нехорошо. Слушай, сегодня мне позвонили из радио. Срочно вызвали суда и сказали, что только чудо может их спасти. Им нужно составить новогодний концерт. И только-то. Но какой концерт? Вот смотри, оставили мне руководящие указания вот на этой бумажке. Вот. Концерт должен быть весёлым. Так-с. Ну, водивильчик по забористе подберём. Злободневным и современным, подчёркнуто, между прочим. Так-с. Куплетик про губернатора можно подпустить. Но не злопыхательский. Понял, 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 понял. Деликатный куплет с тонким намёком. Хорошо, если в сценах будут отражены различные стороны театральной жизни. И тут ещё сноска. Вот. Можно на основе молодой героини. Ну, ваша волшебность, с позволения сказать, ничего же не выйдет. Бредовая эта идея. С различными событиями из жизни театра. Да вы знаете, что такое театр? Это же казнь египетская. Какой уж там веселье? Одни слёзы и интриги злодейские. Ну, не все же интригуют. Ну, извини. С позволения сказать, все. А то пропадёшь. Коли вы волшебник, ваша волшебность, извольте заглянуть к нам в водивиль господина Ленского. Увидите, что такое театр. Куда заглянуть? На квартиру господина Борзикова, сочинителя. Он там сейчас с князем Витринским. А мы с Лизонькой к нему прибегаем помощи просить. Ага. Терфер-пыр. Одну минуточку, ваша волшебность. Что, 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 что? Так ведь вы меня из водивиля-то извлекли. Пустяки это я сейчас. Терфер-пыр. Наверное, не надо, ваша волшебность. У меня от такого путешествия голос пропасть может. Том я нервный. Уж лучше кого-нибудь из двоюродных братцев попросить. Кого, кого? Ну, кого-нибудь из Синичкиных. Нас ведь много, водивиль-то моего имени, столько играми и не упомнишь. Понял, понял. Пыр-пыр-пыр. Сцена у драматурга Борзикова. И сводивили Лев Гурыч Синичкин с другим Синичкиным двоюродным. КОНЕЦ Федор Семеновичу Борзику майонизмное, с позволения сказать, высокопочитание. Я думал, ты режиссер из театра, Налимов, а вас, я вижу, в первый раз, простите, не могу принять. Как же Федор Семенович Лев Гурыч Синичкин, благородный отец из Костромы? Простите, не знаю. Как же не знаете, Федор Семенович, друг вашего отца на руках вас нянчил. Когда? А когда вы маленькие были, тогда я вас на руках и нянчил. Я не могу это помнить, не помню, я вас не пущу. А я пройду. А я не пущу. А я пройду. А я не пущу. А я прошел. Боже мой, куда я попал? Мне кажется, что я в святилище гения. Видишь, Лизонька понравилась ему. Приблизься, дочь моя, и поклонись ему. Знаешь ли ты, что в целой России нет другого Федора Семеновича, похожего на этого Федора Семеновича? Смотрите, Федор Семенович, он вся дрожит. Ой, я очень оробела. Я еще так молода. Ну, 16 лет и 3 года. 3 месяца, тядя. 3 месяца. 16 лет и 3 месяца. Я еще сроду в первый раз вижу такого известного. Ой, такого известного. Ой, я не знаю, как сказать, тятенька. Сбренила. Что же вы от меня хотите? С позволения сказать, величайшего одолжения. Одолжение, от которого, с позволения сказать, зависит ваша слава, ваш новый успех, наслаждение публики и сборы здешнего содержателя театра Петра Петровича Пустославца. А, объяснитесь. Нет, с позволения сказать, не я. Дочь моя будет с вами объясняться. Она вам расскажет, в чем дело. Тятенька, несколько раз давал мне читать ваши водевили. Да, они у меня все за стеклышком находятся. Прелестные, с позволения сказать, вещички. Спасибо, спасибо. Продолжай, Лизок, продолжай. Не робей, я буду тебя суфлировать. Тятенька, так уважает ваш талант. Вашу душу. Вашу душу. Что я за особое счастье почитаю. Что я за особое счастье почитаю. Познакомиться. Познакомиться. С таким известным. С таким известным. Знаменитым. Знаменитым. Можно сказать по уму. А? Можно сказать по уму. Можно сказать по уму. Можно, можно сказать по уму. Можно, можно сказать по уму. И по куплетам. И по куплетам. Драматическим писателям. Драматическим писателям. И религическим критикам, критикам. А, как? Релическим критиком, критиком. И релическим критиком, критиком, критиком. Спасибо, спасибо. Руку, Лиза, руку Синишкина. Недостоин. Достоин. Недостоин. Достоин. Фёдор Семенович, разрешите тогда одну минуточку. Я из вас монумент вылеплю. Разрешите одну минуточку. Руську раз, другую ручку два, шляпочку три, ножку четыре. К нему не зарастёт народная тропа. Кто это? Пушкин, знаете, на Тверском бульваре, Александр Сергеевич, с таким манером. Вот это вы. Это просьба, просьба, пожалуйста. Совсем я не похож на Пушкина. Ну что вам от меня угодно? Не я, Пётр Семенович, дочка, она вам скажет. Всё. Я к несчастью узнала, что ваша драма не идёт. Да, актриса захворала. Жаль, что труд ваш пропадёт. На колени, Лизонька. За неё, когда угодно, я беру за вас сыграть. Вы. И сыграет превосходно, с позволения сказать. С позволения сказать. Синичкин, я беру эту сцену. Она отражает театральную жизнь в историческом, так сказать, аспекте. Подобраю вашу волшебность. Риск – дело благородное. Да, но теперь нужно подобрать для контраста что-нибудь современное. Подпустите побольше этого исторического аспекта. Тогда и аплодисмент сорвете. Ой, Синичкин, боюсь я. А чего бояться? Ну, чего бояться? Дело-то ведь проверенное. Публика любит, чтобы пышность была и в слоге, и в костюме. А на их первейшие сборы делают пьесы из королевской жизни. Вот что, можно Гамлета изобразить. Или ещё того лучше – вампуку принцессу африканскую. Так мне говорили, что короли сейчас не в моде. В ралли. В ралли. С позволения сказать, по дороге сюда я троих приметил. Королей? Ихс. Король Лирас. Снежная Королева Два. И... Так, так, так. Что? Голый король. Фарс с раздеванием, наверное. Да, слушайте. Да вы для начала-то своей пьесе пошарить извольте. Нет ли там какого-нибудь короля? Так есть-то есть. Так убей бог мою душу, давайте его сюда. Ты так думаешь? Ну, что же? Что же? Убей бог твою душу. Даю. Даю. Пыр-фыр-пыр. Появись, сказка, откуда я родом. Под названием «Обыкновенное чудо». Появись, мой домик на горе. Появись, в комнате я сам с женой. Появись, на пороге король. Уже? Можно? Здравствуйте, любезный. Здравствуйте. Я король, дорогие мои. Добрый день, Василий. Мне сам не знаю почему. Ужасто понравилась ваша усадьба. Да? Едем мы, а меня так и тянет свернуть к вам. Понятно. Подняться в городе. Ага. Позвольте нам, пожалуйста, погостить у вас несколько дней. Боже мой. Что с вами? Так нет, понимаете, я-то думал, что вы не такой. Ни мягкий, ни вежливый. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Я всегда рад гостям. Да, но мы беспокойные гости. Да это черт с ним. Садитесь, пожалуйста. Прошу вас. Вы мне нравитесь, хозяин. И поэтому я объясню вам, почему мы беспокойные гости. Можно? Пожалуйста, прошу вас. Я страшный человек. Ну да. Очень страшный. Я тиран. Да? Деспот. Вот. Кроме того, я коварен, злопамятен и каприз. Видишь, жена, что я тебе говорил? И самое обидное, что не я в этом виноват. А кто? Предки. Предки? Да. Про дедушки, про бабушки, внучат и дяди, тети разные, про отцы, про матери. Они при жизни вели себя, как свиньи. А мне приходится отвечать. Паразит они. Вот что я вам скажу. Простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк. Умница. Люблю музыку, рыбную ловлю, кошек люблю. И вдруг такое натворю, ну прямо хоть плачет. А что же, а удержаться что, никак невозможно? Куда там? Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете, удовольствие. Вот сделаешь гадость, и все ворчат. И никто не хочет понять, что это тетя виновата. Подумайте. Прямо с ума сойти. Эй! Виновата. Да вы, я вижу, весельча. Да, прямо удержу, нет, король. Вот это славно. Хозяйка? Да? Три бокала. А что это? Это драгоценное трехсотлетнее королевское вино. Нет, 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 вы уж меня не обижайте. Давайте отпразднуем нашу встречу. О, цвет, цвет какой. Ах, костюм бы сделать такого цвета. Другие короли лопнули бы от зависти. Ну, со свиданецем, пейте до дна. Эй, не пей, жена, не пей. То есть как ты не пей? Очень просто. Ну что, обидеть хотите, да? Ну не в том дело. Обидеть гостя? Тише, 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 ты не дома. Он еще учить меня вздумал. Да мне стоит глазом моргнуть и нет тебя. Мне плевать, дома я или не дома. Министры спишутся, я выражу сожаление, а ты так и останешься езжать в сырой земле веки вечные. Наглядь. Дома, не дома, пей. Не стану. Да почему? Потому что это вино отравленное. Постой. Ой, какое, какое? Отравленное, отравленное. Подумайте, что выдумал. Да, да, не выдумал. Вот ты первый. Пей, я посмотрю, пей, пей. А-а-а. Вот, брат, гадая какая. А, ну, вот это зря, вот это зря. Ну, не хотел пить. Я вылил бы зелье обратно в бутылку. Вещь в дороге необходима. И легко ли на чужби не достать яду? Стыдно. Стыдно, Ваше Величество. Ну, не я в этом виноват. А кто же? Дядя. Он тоже вот так, бывало, разговорится с кем придется, наплетет о себе стрекороба, а потом ему становится совестно. У него тоже душа была стыдливая, легко уязвимая. Да. Ну, и потом, чтобы не мучиться, он, бывало, возьмет и отравит собеседника. Вот подлец. Ну, скотина форменная. Вот оставил наследство негодяй. Да. Так стало быть, это и теперь дядя виноват, да? Дядя, дядя, дядя. И нечего улыбаться. Я человек значительной совести. Другой на моем месте свалил бы вину на товарищей, на знакомых, на соседей, на жену. Да. А я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче. А вы не пробовали, Ваше Величество? Ну, знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Отвечать самому, не сваливая вину на ближних из-за всей своей глупости и гадости, это выше человеческих сил. Я не гений какой-нибудь. Просто король, какими хоть пруд прудили. Ну, и доволен об этом. Вы знаете меня, я знаю вас. И нечего хмуриться. Остались живы, здоровы, и слава богу. Ваша волшебность, не годится с позволения сказать, вы тут не своим голосом разговариваете. Ну, это естественно, я ведь в этой пьесе помоложе был на... Ну, не важно, насколько. И потом, да что это за король? Ни пышности слога, ни высоких чувств. Нет, публика не одобрит. Хотя, может быть, этот король тоже в историческом аспекте показан. Конечно. Слушайте, а может быть, хватит уже этого аспекта, а? Может быть, чего-нибудь поновее всё-таки так подпустим, а? А что ты предлагаешь? Ваша волшебность, задайте вопросы полегче, а? Ой. Что? Ой. Что? Что-то меня во мне не устраивает. Синичкин. Синичкин. Да. Мы карлиц согревим. Да. Очень на то похоже. Концерт не получается. Мы, кажется, дымим. Пожар уж разгорается. Горим, горим, горим. Кесни народности очень интересны. Я председатель ЖЭКа номер 125, дробь 72. По совместительству инспектор пожарной охраны. Остап Сулейман Берта Мария Бендербей. Здравствуйте. Ну, что здесь происходит? В этой комнате примусов не зажигают. Отопление, теплоцентраль. А? Откуда дым? От нас. Понятно. По какому поводу горите? Позвольте, я обещаю. Прежде всего, разрешите представиться. Я волшебник. Но даже я... Ну, продолжайте, продолжайте. Видите, нам нужно срочно составить новогодний концерт, используя сцены из самых разнообразных спектаклей. Желательно с театральным уклоном. Желательно современных. Стоп. Понятно. Театр для вас дело темное. Господин Бенбер, я театральный деятель. Я благородный отец из Костромы, Лев Гуриевич Синичкин. И я не позволю, убей Бог мою душу, не позволю. И Бог убьет вашу душу. Я прошу вас. Спокойно, Лев Гуриевич, спокойно, дядя Лёва. Молитесь на меня. Я не дам вам пропасть. А сколько вы за это возьмете, господин Бенбер? Я благороден, я сделаю это бесплатно. Просто из любви к искусству. Товарищи Ильф и Петров убедили меня. Да. А? Кто это? Ильф и Петров. Это мой папа и мама. Они убедили меня, что счастье совсем не в деньгах. Скажите, так у вас есть какие-нибудь идеи, предложения? Ну, чего-чего. А идея у Бендера всегда была в избытке. Вот, пожалуйста. Лет пять тому назад видел пьеску. Где эта улица, где этот дом. Ну, и где эта улица и дом. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Лев Гуриевич, но вы безнадежно устарели. Это название пьесы. Господин Бендер, А название-то ведь сборов не сделает. Сделала уже, сделала. Берегите вашу печень. Нет, не надо ссориться, я вас умоляю. Не надо ссориться, ведь время идет. Бендер, нам нужно достать эту пьесу. Эх, тряхнем, стариной. Я когда-то неплохо менял ситечко на стулья. Сейчас сбегаю. Я видел эту пьеску у одной знакомой блондинки. Правда, ее сейчас нет дома, но это не важно. Закрытые двери для меня не проблема. Товарищ Бендер, попрошу вас, без авантюризма. А без авантюризма, папаша, скучно жить. Ну, так и быть, я сегодня добрый. Валяйте, доставайте сами. Только уж тогда добывайте сразу спектакль. Ведь чудеса по вашей части, товарищ волшебник-пенсионер. Да, я пенсионер, но я молод душой. У нас было бы вам известно все-таки вредное производство. На пенсию выходит рано, как в балете. 200 лет стукнул, и пожалуйста, все. Но душа моя просит работать. Вот и работайте, работайте, колдуйте. Ну, сделайте такую какую-нибудь сценку, которая снится двум драматургам, например. Ага, сейчас. Тыр-перфир. Сцена из пьесы «Где эта улица, где этот дом». Автор пьесы. Кто автор? Дыховичный и Слободской. Как двое? Ничего, бывает, и больше валяйте. Так труднее колдовать. Давай, давай. Ну, сейчас напрягусь. Давай, смири. Тыр-перфир. Авторы. Дыховичный и Слободской. Замечательно. Итак, закончилась официальная часть вечера, посвященная творческой деятельности Клюева и Ведрина. Переходим к демонстрационной части. Творчество Клюева и Ведрина, которое мы покажем сегодня, к сожалению, несколько фрагментарно, характеризуется широким жауровым диапазоном. Сегодня мы покажем отрывок из новой работы Клюева и Ведрина – опера «Дмитрий Березкин». Сюжет навеян изучением жизни и деятельности одноименного шофера. Действие происходит в гараже. Будет исполнено дуэт Березкина с напарником, квинтет водителей, хор и ансамбль и сцены техучеба. «Дмитрий Березкин» Ты прав, ты прав, но все ли ты проверил? Он прав, он прав, проверил ли я все? Тебе пройти бы надо техучебу, тех минимум мне надо проработать. Пошел уйти, пошел уйти на семинах, на семинах. Акцелераторы и карбюратор, Аккумуляторы и радиатор На лете, на лете канистры вполне На лете канистры вполне Добьюсь ли я высоких показателей Иль мой починь, иль мой починь заранее обречен Мы все тебе поможем в начинании Следи, следи, чтоб твой мотор не барахлил Должны вы быть технически подкованным Я буду ваш, я буду ваш научный консультант Ага! Он спорит с существующими нормами Но четен его творческий порыв Ага! Нет, я новатор Я консерватор Да он новатор Он консерватор Нет, я новатор Он консерватор Да он новатор Он консерватор Акцелераторы и карбюратор Аккумуляторы и радиатор Дискерада 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 Добре Дива Соля Силу Убей бог мою душу Хлопают Публика чувствует Она понимает И вышли сбыла И слов много непонятных Эти, как эти Акцелераторы Эх, папаша, ведь это был только сон Сон драматургов Клюева и Ведрина Нужно быть смелым А я смел И поэтому самокритичен Это не годится Ну почему же, почему же Как страница истории Да пройденная страница Ну положим Не придирайтесь по мелочам Заседание продолжается Ну да, а время-то идет Выше голову дядя Лева Я, кажется, нашел Кресло номер 16 Простите Стоп, 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 стоп Гражданин Синичкин Не задавайте лишних вопросов Это кресло не пошлая мебель А пьеса Автор Угрюмов Комедия Тире Водевиль Каково? Плохо, господин Бендер Почему? Плохо Водевиль уже был Водевиль моего имени А вам нас не переплюнуть Но если... Спокойно, девицы Интересно, кого не переплюнет Бендер? Я покажу вам театр Так сказать, в разрезе В каком, собственно, разрезе? Боюсь, что у вас нет воображения, дедуся Хорошо, попробуй разжевать Есть театр Есть директор, главный режиссер и прочее Нет пьесы, горят вроде вас Господин Бендер, я попросил бы... Не надо просьб Так вот, они горят Но, но, господа присяжные заседатели В театре имеется суфлер Старушка въедливая, но симпатичная Во все вмешивается Портит кровь директору Есть племянник Чей? Старухин Старухин Постарайтесь усвоить Племянник написал пьесу Смешную, современную Старуха проталкивает Совсем как у нас Нет, не совсем Она проталкивает из высоких побуждений И потом не одна, а с целой оравой горластых молодых идеалистов Ну так вот, разговор этой молодежи с директором вам подойдет Валяйте, вызывайте, дедуся, где ваша кочерганка? Ах, Бендер, не будьте я на работе, я бы превратил вас... Во что? Во что? Во что? Вот прям не знаю Во что-нибудь очень противное Руки короткие, дедуся Валяйте, работайте, колдуйте, давайте, делайте прям ролик Что? Ролик, ролик, ролик Ролик, ролик С пленкой Ролик, ролик, ролик Не роль, а ролик Вы ролик вот на этом аппарате крутите И сцена звучит, доходит, ну Товарищ Бендер, это свинство Вы говорите на каком-то пошлом жаргоне Ну терпите, мне, может быть, тоже самому противно Но я в образе, понимаете, я в ударе Ну, колдуйте Ну, сейчас Тыр-пыр-фыр Ролик Запись у сцены из кресла номер 16 Сюда Теперь нажмите эту кнопочку и ролик станет крутиться Нет Нет, я заставлю крутиться ваш ролик без всякой кнопочки Учитесь, молодой человек Ну-ка, сейчас, сейчас Тыр-пыр-фыр Крутись, ролик Эй, вы, прекратите эту самодеятельность У вас ролик крутится в обратную сторону Больше нужно доверять технике Внимание, нажимаю кнопку Сцена директора театра с молодёжью, пожалуйста Здравствуйте, Борис Семёнович Здравствуйте, здравствуйте Что вы хотите? Борис Семёнович, мы пришли от молодёжной группы поговорить с вами Что молодёжь, какая молодёжь, при чём здесь молодёжь? Смотр молодёжи кончился, грамоты получился До следующего года всё, дальше Борис Семёнович, мы насчёт пьесы Дело в том, что... Знаю, племянник Бережковый написал пьесу Ну и что? У меня у самого дальний родственник играет на арфе В каждой семье своё горе Чем я могу помочь? Борис Семёнович, мы эту пьесу читали на молодёжной группе Молодёжи нравится, мы хотим играть... Молодёжи нравится хоккей с шайбой Ну и что? Бросить дела, надеть коньки и выбежать на лёд? Да Да, в театре меня... Да нет, нет, нет Только на 12-ю ночь Пожалуйста Борис Семёнович, видите ли, Галя не так сказала Я считаю... Что вы считаете, меня не интересует Он считает Вы в театре можете считать только до 100, больше вам не положено Борис Семёнович, а я всё-таки считаю Что если наша режиссура не захочет ставить эту пьесу Её может для молодёжи поставить Валька Ребиков Валька Ребиков может Валька Ребиков может Я могу поставить, Борис Семёнович Валька Ребиков будет ставить тогда, когда вы будете директором, а я в молодёжной группе Всё. Борис Семёнович, но ведь нам же нужна пьеса. Это современная комедия, это весело, это смешно. А весело и смешно это не наш профиль. Ну почему же, Борис Семёнович? Ну позвольте нам поставить пока параллельно. Что? Что параллельно, когда нет основного? Может, внепланово? У нас всё внепланово. Да, театр имени. Нет, 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 только на 12-ю ночь. Какой труп? А при чём здесь вдова? Какое объявление? Где? Ну позвоните вечером, я проверю. Юрий Семёнович, мы к вам приведём автора. Ведь вы же пьесы не читали, вы её не знаете. И не буду. Пьесы читает за флит. А я читаю распоряжения, выговоров, приказы и рецензии. Рецензии, от которых у нормального человека начинают выпадать волосы. Что вы ещё от меня? Борис Семёнович, мы хотим, чтобы вы нам повеяли. Галя, закройте дверь. Борис Семёнович. Без массовых сцен у меня в кабинете. Идите, товарищи, посовещайтесь, посовещайтесь. Борис Семёнович, мы не хотим совещаться. Мы хотим играть советскую, современную комедию. А нельзя, нельзя играть, не посовещавшись. Идите, посовещайтесь и пришлите мне готовую резолюцию. Нам не нужна резолюция, нам нужна пьеса, Борис Семёнович. Уберите пистолет. А кто, кто принимает пьесы без резолюции? На что я буду опираться? На ваши воспалённые реплики? Я должен опираться на документ. И потом, при чём здесь я? Что вы все от меня хотите? Есть главный режиссёр, идите к нему. Борис Семёнович, он же нас посылает к вам. Он говорит, что это вы всё решаете. Я решаю. А я даже не директор, а я исполняющий обязанности. Я ИО. А вы знаете, что значит ИО в нашем театре? Что? ИО, это значит, инфаркт обеспечен. Всё, будьте здоровы. Ну, всё ясно. Ну да. С дирекцией нам не договориться, пошли в местный комитет. Всё ясно, Борис Семёнович. Ну, лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Молодцы, ребята. Молодцы. Чтобы актёры третьего положения до эдак с начальством. Да. Жаль только, что у них, наверное, ничего не получилось. Ведь в театре так не бывает. Нет, позвольте, позвольте. Всё-таки иногда бывают чудеса. Вот у нас... Вот в том-то и дело, что не чудеса. Да знаете ли вы, нафталинные скептики, что пьесу поставили, она имела грандиозный успех, а актёров все благодарили и поздравляли. Вот этим и отличается современный театр от вашего, простите, Лев Гуруч, до потопного. Бендер, Бендер. Простите. Не грубите, Бендер. Не надо ссориться, друзья. Ну, продолжим, продолжим. Ваша волшебность. Продолжить-то мы продолжим. Но, может быть, вы бы сообразили чего-нибудь перекусить, а то какая-то пустота ощущается вот здесь. Да, действительно. Мы бы это так, знаете, между делом. Господин Бендер, за поддержку вам Мерси при большусе. Если вы, Синичкин, решили окончательно перейти на французский, то зовите меня Ситуэн. Чего? Друзья, друзья, сейчас я быстренько всё сделаю. Пыр-пыр-пыр. Чего-нибудь перекусить. Есть борщ в Кубанской. Каша пшённая стала. Борщ и каша в новогодний вечер это пошло. Да ничего, пойдёт. Подождите, подождите. Что ещё в меню? Талаты разнообразные, вареники двух сортов. О, куда не шло. Давайте. Пожалуйста, кушайте нездоровичка. О, знойная женщина, мечта поэта. Бендер, Бендер. Одну минутку. А где же плакат? Тщательно пережёвывай пищу, ты помогаешь обществу. Помню в бытность мою в городе Черноморске. А вы, гражданин, помогаете обществу, доживее освобождаете посуду. Мне убирать надо. Как вареники, ведут? О, пиво. Пища богов, с позволения сказать. Волшебные вареники. Чудо, чудо. Кушайте нездоровичка. А вы, гражданин Чернявый, не знаю, как прозываетесь, не разглядывали бы меня. Да, ничего такого интересного на мне не написано. Знаете, тебе тщательно пережёвывайте, а мне уходить пора. Ну, не спешите, нежная, удивительная, провожу. Господин Бендер. Господин Бендер, побойтесь. Рыцарь и занавеса и эфира. Тихо. Бендер уйдёт, Бендер вернётся. А ну, примите руки. Но-но-но-но. Бендер, вы на работе, прошу вас. Дедуся, вы пошляк. А вот мой знакомый так же руки тянут. А вот с ополовником и обзнакомился. Боже мой, с кем? С ополовником. А ополовник – это ложка большая. Борщ разливать хорошо, а вот когда ею палат не бьют. Вот это уж хуже выходит. Слушайте, дамочка, во мне просыпаются янычары. Бендер, я прошу вас. И могут проснуться. Я прошу вас, Бендер. Да-да. Бендер, тыр-пыр-фыр, тыр-пыр-фыр. Вот это другое дело. Тыр-пыр-фыр. Пусть янычары спят. Вот так. Простите, прелестная незнакомка. Откуда вы родом? И как ваше имя? Да, Павлия Маказанец я. Проживала в пьесе Сафронова «Стрепуха», а теперь место жительства переменила. Нахожусь в пьесе «Стрепуха замужем». Ну, вот, соответственно, и фамилию переменила. Она, она. Друзья мои, она, ну, молодая героиня из современной пьесы. Ой, как хорошо. Павлина, голубушка, спасибо. Да, нам доброе здоровье. А тарелки-то сюда давайте. Вот так. Ну, счастливо оставаться. Подождите, Павлина, Павлиненька, ну, выслушайте, нет ли у вас в пьесе чего-нибудь театрального? Что? Театрального чего-нибудь, нет у вас там? А, есть, есть театральное. Да я этой темы касаться не желаю. Ну, почему же? Да не могу. Вы понимаете, я из-за нашей колхозной самодеятельности сама чуть в трагическое положение не попала. Чуть муж не лишилась. Он там за режиссершей приезжей приударил. Видите, ваша волшебность? И тут интриги. Погодите, погодите. А можно узнать, как это было? Ну, а как же? Конечно, можно. Тут на радио про все записано. Вот, послушайте, послушайте, как все выяснилось. Подружка моя, Павлин Чайк все открыла. Ну, я это дело интригой поломала. Ну, будьте здоровы. Ежели что-нибудь поймете, я тут скажу. Ну, что ж, тыр-пыр-пыр, обещанная сцена. Звучи. Кого в бинокль-то глядишь? Свою шум. Новый метод забрела. Куда он от тебя теперь денется? Теперь лишь никуда. Я ему перед из головы повышула. Смотри, досрочно вы забудете. Ничего, из самодеятельности пары возьмете. Маля, между прочим, на твоем месте тоже бы с твоего душу вытвесла. Не могу. О, ты же его одна заучила, а половником не жалела? Другое время было. Я еще не предполагала, чья выйдет за него замуж, чьи нет. А теперь жалеешь. Ага. Что ж, я его и завечу, а мне с ним жить. Да. Может, от ударов-то дураком сделается. Него же. Он парень добрый, но дурь незамужнище не вся с его вышла. Ту дурь надо потихонечку выпускать, а то он без ей задохнуться может. Она для его вроде как кислород. И я, если хочешь знать, люблю его, проклятого. И я его выведу куда надо. И он пойдет. За тобой. На кой же это мне нужен мужик, что за мной плестись будет? Мне нужен человек, что со мной рядом зашагает. Плечом к плечу. Ага. А он мне больно старается. Все норовить, уперед забежать. А тут-то я его и подтеку. Галя, галя. Просьба имеется. Мы будем с Иваном Нелюбой представление показывать. А Нелюба тебе нравится? Я человек верный, люблю Степана и изменять ему не намерена. Значит так, сядь рядом со Степаном. Ага. И когда мы будем представлять, говори всякие слова. Какие? Как она его любит? Как он ее любит? Все. Все. Ну. Галя, 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 галя. Ну ладно. Ну я б на твоем месте. Ой, мой, мой, горшок. Хочу пол разобью, хочу на тым посажу. Значит так. Давай прорепетируем. Давай. У меня есть слова. Как слабо, нежно, мягко наше тело, негодно для трудов и для борьбы. В общем, как услышишь, тело. Так и давай. Как слабо, нежно, мягко наше тело. Как она его любит? Как слабо, нежно, мягко наше тело. Как она его любит? Еще раз. Как он ее любит? Тело. Как она его любит? Тело. Как он ее любит? Тело. Прекрасно, прекрасно. Убей бог мою душу. Годится, годится. Слушатель заинтригован. Еще две-три сцены из веселых современных комедий. И концерт готов, готов. Продолжим. Есть предложение, товарищ Бендер? Есть. Для начала взгляните на часы. Пяти минут не осталось. С позволения сказать, а что же скажет публика? Благородный Костромской папа, я великий комбинатор, но я не господь бог. И даже не мистик второй категории, как их волшебность. Товарищ Бендер. Тихо, не перебивайте оратора. Итак, я не знаю, что скажут радиослушатели или, как вы пещерно выразились, публика, прослушав наш концерт, но время кончается. Разбегайтесь по своим пьесам древности. Лично я, отлучаясь надолго из романов Ильфа и Петрова, чувствую себя неуютно. Правда, ваша волшебность. Уйдем от греха. Одну минуту, нет. Одну минуту. Дорогие люди, радиослушатели, если концерт у нас и не совсем получился, не сердитесь. Сделайте скидку на нашу неопытность и незнание этой, как ее? Специфики. Спи-фи-фи-ци-ки. Спи-фи-ки. Спи-фи-фи-ки. Радио, радио, радио. Вот, специфики, радио. И простите нас великодушно. Нам очень хотелось, чтобы в новогодний вечер вам было весело. Тыр-тыр-тыр. Три-четыре. И с Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова